МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Крылья Совета в первом туре элитного футбольного дивизиона сразятся с Ахматом в Грозном. Чтобы не ударить в грязь лицом, подопечные Игоря Осенькина готовились к поединку основательно. Волжская дружина весь июль налаживала микроклимат внутри коллектива, отрабатывала комбинации, действия в атаке, обороне и при розыгрыше стандартных положений. Свои умения футболисты продемонстрировали в пяти товарищеских матчах. Но начали, как полагается, не с места в карьер, а с подробного медицинского осмотра. Ничего не будет, мы сейчас на камеру сделаем, тут у меня вообще все изделие. Когда волжане разобрались с вопросами о здоровье, пришла пора выходить на поле и показывать тренерскому штабу свои таланты. Расчехлять финты, пушечные удары и шустрые передачи. Первый блин вышел комом. Самарцы уступили географическим соседям из Саратова со счетом 1-2. Игорь Осенькин на результат особого внимания не обратил. Его интересовали потенциальные новички и новые связки. Самое главное всегда в первых 1-2 играх – это восстановление игровых связей. Так это вот примерно называется. Второй в списке товарищеских матчей числилась игра с нефтехимиком из Нижнекамска. Здесь самарцам удалось победить клуб из Сатарстана. Поединок получился результативным. 3-2 в пользу крыльев. Та нагрузка, которая у нас была проведена за этот отрезок, она нам не дала быть по-настоящему такими быстрыми, сильными, какие мы должны быть. Полузащитник Сергей Бабкин отметил, что команда прибавляет в каждом матче и стремится выйти на пиковый уровень формы к старту чемпионата России. Два по 50 сыграли. С каждой игрой все лучше и лучше. Предыдущую игру, если вспоминать, то это уже и в физическом плане лучше, и где-то с мячишком лучше тоже. Набираем форму, думаю, еще прибавим. Следующей проверкой для клуба из Самары стал казанский Рубин, который провел прошлый сезон в футбольной национальной лиге. Амбициозная команда Рашида Рахимова дала настоящий бой волжанам. Результат первой встречи 1-1, во второй сильнее оказались татарские футболисты 2-1. Нападающий крыльев советов Дмитрий Цыпченко рассказал, что он и его партнеры допускали много ошибок на поле, а качество игры оставляет желать лучшего. Скажу, что пока тяжело. Пока тяжело. Мы сыграли 80 минут, но хватает нас пока не на 80 минут. Надеюсь, что следующую игру мы проведем лучше и в функциональном, и в тактическом плане. Последней проверкой для команды стал крепкий Екатеринбургский Урал опытного специалиста Виктора Гончаренко. Соперники разошлись миром. На табло стадиона в Самаре после финального свистка горели две единицы. Гол на свой счет у крыльев записал Дмитрий Цыпченко. Объективно давать оценку состоянию команды только по результатам товарищеских встреч нельзя, поэтому болельщикам стоит набраться терпения и дождаться официальных игр. Сейчас селекционный отдел занимается просмотром потенциальных новичков, чтобы укрепить костяк команды и усилиться на перспективу. Очень хорошую молодежь мы сейчас просматриваем, и я ей много дал играть, когда еще играть, как минимум, в первую очередь на сборах. После аренды в Самару вернулась большая группа футболистов, в их числе хорватский защитник Матео Барыч, россиянин Данил Липовой и Владимир Хубулов. Смогут ли футболисты получить второй шанс, покажет время. Осенькин ответил на этот вопрос уклончиво. Пока они все в обойме, мы всех пока смотрим, щупаем, и решение будет еще гораздо позже. Дмитрий Иванисини на протяжении нескольких месяцев залечивал тяжелейшую травму. Сейчас игрок восстанавливается, тренерский штаб дает ему время на поле. Не исключено, что опыт футболиста с иностранным паспортом станет серьезным подспорьем для зелено-бело-синих в новом сезоне. Осенькин рассчитывает на полузащитника, но не перегружает его на тренировках. Иванисини только вчера на тренировке почувствовал небольшую проблему. На самом деле всю неделю он тренировался. Самое громкое усиление для крыльев в межсезонье Егор Карпицкий, 19-летний талант из Солигорского шахтера, уже успел громко заявить о себе на родине, поразив ворота соперника в целых 12 раз в текущем сезоне. По сложному списке форварда 8 встреч в составе молодежной сборной Беларуси и 4 гола. Нападающий уже познакомился с инфраструктурой домашней арены и поприветствовал болельщиков. Привет всем самарским болельщикам. Теперь я буду играть за крылья советов. И буду стараться делать так, чтобы мы побеждали в каждом матче. Трансферное окно в России закроется только спустя несколько недель. У тренерского штаба и селекционеров достаточно времени, чтобы усилить стартовую обойму команды и укрепить проблемные позиции. На кого обратят внимание крылья советов на футбольном рынке, узнаем совсем скоро. Главное, на что стоит обратить внимание болельщикам уже сейчас, плотный календарь игр. 22 июля подопечные Игоря Осенькина будут сдавать первый экзамен в Грозном. Они померятся силами с местным Ахматом. Уже 26 июля самарцам предстоит провести поединок дома против Калининградской Балтики в групповом этапе Кубка России. Еще через несколько дней, 29 июля, в Самару приедет московская «Динамо». Мы будем работать на всех домашних матчах крыльев советов и рассказывать о ключевых событиях на поле и вне его в наших социальных сетях. Следите за анонсами на официальном сайте телеканала «Самара Гиз». Большой футбол возвращается! Субтитры создавал DimaTorzok